Такие ифтары проходят по территории республики, во всех крупных городах проходят эти ифтары. Если говорить о центральной джума-мечети города Махачкала, где в ежедневном формате проходят эти шатры Рамадана, когда-то, ну лет 10 назад, наверное, это начиналось с таких единичных случаев, когда люди приносили небольшие коробки фиников к дверям мечетей и люди разговлялись. Потом начали приносить чуть побольше. Стал вопрос о том, чтобы как-то организовывать эти ифтары и потихоньку решили проводить шатры Рамадана. Первые казаны, плова там были приготовлены и первые где-то 100 человек разговлялись. Сегодня в центральной джума-мечети города Махачкала только разом в шатре Рамадана отпускают в разу 600 человек. Это в шатре Рамадана, не считая тех, кто находится на территории мечети. В этот момент, после вечернего Азана, там раздается 4000 порций разом. Это только одна из мечетей города Махачкала. А шатры Рамадана проходят во всех крупных мечетях города, в джума-мечетях города. Друзья мои, сегодня у нас здесь и ученые-богословы, у нас здесь представители администрации города. Я смотрю, общественники, известные люди, спортсмены, все сегодня с нами. Порадуемся друг другу, вместе отпустим муразу, послушаем наши риты. И сегодня порадуем сердце одного из нас, который получит путевку на Малый Хадж. Я надеюсь, каждому из вас вручен номерочек на входе. После Азана, иншаллах, будет розыгрыш путевки на Малый Хадж. По-моему, там есть еще кое-какие сюрпризы. Все впереди. Пока хочу пригласить к микрофону помощника муфтии Республики Дагестан Саадуева Мухаммад Расула Хаджи. Не бойтесь поддержать аплодисментами, друзья мои. Дорогие братья, дорогие сестры, тервенцы, Позвольте передать вам теплые слова приветствия муфтии Республики Дагестан, всему этому городу, всем собравшимся здесь. Лучшие из приветствий. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Посланник Аллаха, саллиллу алейкум ва саллиллу. В своем хадисе сказал, у постерщихся две радости. Одна радость при разговении, а вторая, другая радость при встрече со Всевышним Аллахом. Это настоящая защита, как сказал посланник Аллаха, саллиллу алейкум ва саллиллу. «Ас-сия-му-джунна», — сказал пророк, «пост — это защита, которая нас оберегает от дурного порицаемого». «Ида кана яуму сауми ахади кумфа ла ярфуф у ла яфсуф», — говорит посланник Аллах. «Когда кто-либо из вас постится, пусть он не сквернословит, пусть он не грубит, не грешит». И одним из уроков, которые каждый мусульманин получает во время поста, — это воздержание. Воздержание не только от еды и питья, это воздержание от всего, что порицаемо, от всего, что вызывает гнев нашего Создателя. «Ибо если не удерживать себя и не заставлять поститься все тело, мы можем потерять награду за свой пост, за свои посты». Как сказано в хадисе посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саллима, «Кам мин са имин лай саляху мин сиямихи илля лжууу валь-атахш», — говорит пророк. «Столько же постящихся, которые из своих постов получают только голод и жажду. Главный урок, который преподает нам этот месяц, — это урок воздержания нашего языка от грехов языка, ибо они самые распространенные среди нас, ибо ими мы и пренебрегаем, потому что нам не кажется, что то, что сказано, может быть записано как грех. Однако наши слова, они могут быть очень тяжкими грехами. И поэтому Всевышний Аллах, возлагая на нас этот пост, желает, чтобы мы вышли из этого поста, чтобы мы стали воспитанными, сдержанными, чтобы мы, наконец-то, начали говорить друг другу только благое. Благое слово — это такое чудо, дорогие братья. Благое слово внушается Всевышним Аллахом, оно исходит от нашего Создателя, ибо Всевышний Аллах в Священном Коране говорит «И они были наставлены к самому Благому из речей», — говорит Аллах. Также в другом аяте Всевышний Аллах говорит «Ты скажи, о Мухаммад, моим рабам, чтобы говорили они друг другу лучшее, наилучшее из слов. Ахсан! Воистину шайтан стремится сеять между ними вражду. Воистину шайтан был и остается для человека явным врагом. Когда мы говорим друг другу грубое, когда мы произносим то, что может ранить сердце своего брата, это от шайтана, дорогие братья. А для того, чтобы сказать доброе, мягкое слово, слово, которое осчастливит твоего брата, твою сестру, твою супругу, твоих братьев, это слово исходит от имана, от Всевышнего Аллаха». Священный Коран очень ясно подчеркивает важность доброго слова, благого слова. Согласно тому аяту, этот аят ученые говорят, «Ва кулли аибади, я кулю лятихья ахсан!» Пусть мои рабы говорят, «Передай, говорит Аллаху Мухаммаду», чтобы говорили они друг другу наилучшее слово, чтобы мы не торопились своим невысказываниям, чтобы мы подумали, «Как же лучше сказать это слово, которым ты хочешь обратиться к своему ближнему, к своему брату, к своей сестре?» Слово ахсан подразумевает наилучшее из слов, не просто хорошее слово. Если в твоем запасе слов этих слов несколько, из них выбирай только лучшее и скажи только лучшее слово. И таким образом постарайся обрадовать, вызвать удовольствие, улыбку на лице своего брата. Ибо среди тех поступков, которые дороги Всевышнему Аллаху, это вселение радости в сердцах рабов Аллаха. Сказать слово, которое отдалит, никогда не торопитесь со словами. Плохое слово сказать, мы торопимся, мы поддаемся своим эмоциям. И поэтому, дорогие братья, нужно со словами быть очень осторожными и придавать им большое значение. Мы пренебрегаем, мы думаем, что это пустяк. Нет. Одно высказанное грубое слово разрушает семьи, стравливает братьев друг против друга. Поэтому нужно, как Аллах говорит нам, выбирать наилучшее из слов. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, в хадисе говорит, правоверным мусульманин, му'мин, он не может быть сквернословящим, не может быть грубияном, не может проклинать, говорит посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма. В другом хадисе посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, он сравнивает благое слово с милостыней. Доброе, благое слово заменяет милостыню, заменяет садака, защищает своего хозяина от гнева Создателя и от огня ада. Послушайте хадис пророка, салли Аллаху алейхи вассаляма. Посланник Аллаха говорит, Вы остерегаетесь, защищаетесь огня ада хотя бы половиной финика. Мы знаем, наша милостыня, когда Всевышний ее принимает, становится преградой перед огнем ада. Далее посланник Аллаха говорит, Если же у вас нет этого финика, этой половины финика, чтобы тем самым защитить себя от огня ада, то скажите благое, доброе слово. Значит, доброе слово может защитить тебя от огня ада. В другом хадисе посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, говорит, не то, что благое слово нас защищает и спасает судный день. Благое, доброе слово становится причиной райских наслаждений рабов. Посланник Аллаха говорит, В раю есть дворцы, есть такие жилища, которые, они алмазные, то есть прозрачные, такие кристальные. И говорит далее посланник Аллаха, лиман алянал калям, это они принадлежат тем людям, которые смягчили свою речь, были добры в своих высказываниях, и которые проводят ночи в бдениях, в поклонениях Всевышнему Аллаху, когда другие спят. Приучайте себя к добрым словам. Один из нечестивцев, один из нечестивцев, вот примеры приведу, одного из известных праведников ислама Ибрагима ибн Адхама. Однажды, странствуя по земле, к нему навстречу идет один из нечестивцев, ведя за собой собачку, собаку. У Ибрагима ибн Адхама Ибрагима Адхама была борода. Тот, как обычно, нечестивец презирает праведных, и он решил спровоцировать Ибрагима Адхама, проверить. Наверное, Всевышний Аллах также проводил ему проверку, испытание его нравственности. И этот нечестивец, издеваясь, говорит, чья, что чище, хвост моей собаки, или же ваша борода, говорит он Ибрагима Адхама. Ну, что после такого издевательства стоило ожидать? Нет, Ибрагима Адхама говорит, «Если эта борода окажется спасенной в судный день, конечно, моя борода будет лучше, но если она не окажется среди спасенных бород в судный день, конечно же, хвост твоей собаки лучше, говорит Ибрагим Адхама. Не спешите говорить грубое слово друг другу. Обычно мы грубим близким своим. Для посторонних мы очень большие дипломаты, мы очень красноречивы, но грубимы обычно в отношении своих ближних, своей семьи, детей, жены, подопечных, подчиненных, слабых. Работайте над своим словарным запасом, старайтесь говорить лучшее, называйте друг друга наилучшими именами, смягчайте сердца друг друга, сближайте их, а их сблизить могут наши языки, так же, как эти же языки могут надолго отдалить наши сердца друг от друга, да, сделает Всевышний Аллах, наши сердца очищенными, и чтобы наши языки стали причиной любви и приближения нас друг к другу. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. На сцену приглашается группа Азхар. Поприветствуем! Откровенно говоря, я первый момент думал на лезгинском что ли начали, потом начал слушаться да, на арабском речи, но я надеюсь, вы сможете сделать такой микс со временем, чтобы вот прям на всех языках юждага вот такой же нашит исполнить. Давайте еще раз поаплодируем группа Азхар. Запомните их, я думаю, они станут еще неоднократно украшением многочисленных наших мероприятий. Друзья мои, вы знаете, в этом году вот как-то особенно проходят ифтары. Откровенно говоря, может быть, вот предыдущие два года пауза, которая у нас была и как-то соскучились, может я, у меня розовые очки в этом смысле, но мне кажется, какой-то новый толчок, какой-то, я не знаю, новый свежий глоток воздуха как будто мы получили. Самое интересное, что в этом году наши чиновники прям соревнуются, можно сказать, в том, как проводить вот эти ифтары, и они как раз берут на себя многое. Первый, первый ифтар, шатер Рамадана в мечети города Махачкала взял на себя глава Республики Дагестан Мериков Сергей Алимович, депутаты Народного Собрания, представители министерств ведомств, они вот все просто буквально в очереди стоят, чтобы накормить людей, накормить постящихся, быть с людьми рядом, вместе, отпустить уразу. Хвала Всевышнему. И говоря откровенно, вот вашего главу я тоже знаю, и первая моя встреча с ним была, когда он был еще заместителем, я обратил внимание, что этот молодой человек, когда приходишь в кабинет чиновника, ну как бы все чинно, благородно, чисто. У него завален был стол разными бумагами. Я так по-хорошему порадовался, думаю, работает человек. А потом, как бы, когда увидел здесь уже на одном из мероприятий, увидел, как люди реагируют на вашего главу, ныне уже глава, как они с ним, ну, общаются, хотят сфотографироваться и так далее, ну так по-хорошему порадовался. Дай вас, чтобы долгое время еще был полезен этому городу и этой республике. Рустамбек Сидердинович, вас попросим на сцену. Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры, друзья, сегодня рад вас приветствовать всех и вместе с вами принимать участие на сегодняшнем богоугодном мероприятии. Всех вас поздравляю с месяцем Рамадан. Хочу пожелать, чтобы Всевышний принял все ваши посты, ваши благие деяния, чтобы мы всегда радовались друг другу. Отдельно хочу поблагодарить всех организаторов сегодняшнего мероприятия, сказать им большое спасибо и всем мира и добра. Спасибо большое всем. Субтитры подогнал «Симон» Руслан, дорогой, тебе творческих успехов. Ребята, волонтеры, помогите. Давайте еще раз поаплодируем этому замечательному парню за его смелость и за прекрасно исполненный наш рейд. Когда мы говорим о том, что так у нас все хорошо, алхамдулля, хвала Всевышнему за то, что он так расширил нам блага. Но во многом это благодаря той работе, которая была проделана за все вот эти годы. Планомерной, методичной, последовательной. Вы знаете, мы порой недооцениваем наших ученых богословов. Они как бы рядом. Но люди, которые со стороны приезжают, они же тоже дают довольно высокую оценку той работе, которая делается. мне посчастливилось поездить и по другим странам. Я видел ученых богословов других стран. Я видел, какую оценку они дают нашим ученым богословам. Муфтиат других регионов очень высоко оценивают работу Муфтиата Республики Дагестан. Более того, буквально несколько дней назад у меня был разговор с одним человеком, который находился рядом с Мустафа Буга. Мустафа Буга это один из видных современных ученых, взрослый человек, общеизвестный мировой ученый в исламском мире. Он какое-то время преподавал в Дагестане, где-то года два по-моему он преподавал. Так вот, этот человек, который рядом с ним находился, он сказал как-то в одном из разговоров Мустафа Буга сказал, если бы муфтият Дагестана и ученые муфтията были бы в Сирии, там войны бы не было. Это говорит крупный, видный ученый в исламском мире. Поэтому вся эта работа и все то, что делается, это, конечно, плоды той работы, которая вот все эти годы выстраивалась по сплочению, по объединению, по просвещению. Поэтому у нас есть глаза, у нас есть уши, у нас есть разум. Смотрите, думайте, анализируйте. Хочу пригласить на сцену доктора исламских наук урминского Мухаммада Хаджи. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТОМ АПЛОДИСМЕНТОМ абсолютно иной цели, кроме как довольства Всевышнего Аллаха и, конечно же, частичка любви к нашему пророку АЛЕЙССАЛЯТУВАССАЛЯМ. Вот, когда мне сказали, что нужно выступать и нужно рассказать о любви к пророку АЛЕЙССАЛЯТУВАССАЛЯМ, я долго думал и решил сказать, рассказать немного о том, как пророк нас любил. Вот, представьте себе, уважаемые братья, если кто-то вам скажет, что некий человек очень сильно хочет вас увидеть, пожать вам руку, как брат, как сестра хочет увидеть вас. Вот, как минимум, наверное, мы были бы заинтригованы почему же этот человек так сильно хочет меня видеть, пожать мне руку. И, наверное, уже заочно даже к этому человеку у нас появились бы определенные теплые чувства. Так вот, знаете, уважаемые братья, уважаемые сестры, лучший из людей наш пророк Мухаммад Саля Аллаху АЛЕЙССАЛЯМ однажды, находясь в кругу сподвижников, произнес следующие слова. Ух, как же я хотел бы увидеть наших братьев. Тогда сподвижники говорят, у посланника Аллаха, вот же мы твои братья рядом с тобой. Тогда пророк АЛЕЙССАЛЯТУ АЛЕЙССАЛЯМ говорит, нет, вы мои сподвижники, а мои братья, которых я хочу всей душой и сердцем увидеть, это те из моей общины, мои братья, которые придут позже, которые не видели меня, не видели вас. И пророк АЛЕЙССАЛЯТУ АЛЕЙССАЛЯТУ «Я их увижу в судный день возле своего халла». Тогда сподвижники говорят, у посланника Аллаха, а как же ты их узнаешь, этих наших братьев? Пророк АЛЕЙССАЛЯТУ 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 ведь можно же в табуне лошадей заметить лошадь, у которого белое пятно на лбу, белые ноги, точно так же моих братьев из моей общины я буду отличать по их сияющим лицам, сияющим рукам, сияющим ногам за то, что они совершали омовение. То есть все те части, которые они омывали в омовении, они будут сиять, и вот так я их узнаю. Представьте себе, уважаемые братья, лучший из людей вот такое сильное желание имел, сильно хотел нас с вами увидеть. Другой момент, вот представьте, если вам расскажут, что некий человек за вас переживает больше, чем за себя самого. Переживает, плачет, переживая за вас. Вот вы узнали, что некий человек, переживая за вас, плачет. Наверное, нам бы очень сильно хотелось этого человека увидеть. Наверное, этот человек, к этому человеку мы не остались бы равнодушны. Так вот, знайте, уважаемые братья, что наш пророк однажды так горько заплакал, вспомнив нас в судный день, вспомнив тяготы, трудности судного дня, что даже Всевышний Аллах отправляет к нему ангела Джибериля спросить, что случилось. Хотя Творец Небес и Земель лучше других знает, что случилось. Почему наш пророк плакал? Джибериль пришел к пророку о Мухаммад, Творец Небес и Земель меня отправил к тебе спросить, почему ты так горько плачешь? Что тебя так сильно опечалило? Тогда пророк говорит о Джибериль, о мой друг, я внезапно вспомнил трудности судного дня, судный день, вспомнил свою общину и как будет им тяжело и беспокоясь, переживая за них, я не смог удержаться, я заплакал. Меня охватила сильная печаль. Тогда Джибериль, вернулся и говорит Всевышнему Аллаху, о Аллах, ты лучше знаешь, почему он плачет. Но он ответил вот так-то, вот так-то. Тогда Всевышний Аллах отправляет Джибериля обратно и говорит, иди скажи моему пророку Мухаммаду, Мухаммад, я тебя в судный день не огорчу, я тебя обрадую за твою общину, ты не будешь огорчен. Представьте себе, уважаемые братья, такая надежда, да, такую надежду вселяет этот хадис, более того, этот хадис, который передает имам муслим, толкователь к этому сборнику, имам Нававы говорит, это тот хадис, который больше всех хадисов вселяет надежду в сердца общины Мухаммада. Вот таким он назвал этот хадис пророка алейсаляту ассалям. Представьте себе, он переживал, плакал, переживая за нас, беспокоясь за нас. Более того, представьте себе, в судный день, когда даже пророки будут говорить, о, Аллах, спаси меня, настолько наступит трудное время, то единственный человек среди всего человечества, наш пророк Мухаммад скажет, о, Аллах, спаси мою уму, спаси мою общину. Вот таким человеком был наш пророк, уважаемые братья, уважаемые сестры, как можно его не любить, вот скажите вы мне. Как можно не питать чувства теплые любви и желания встречи с этим человеком, который так сильно хотел встретиться с нами. Пусть Всевышний Аллах даст нам эту встречу, уважаемые братья, пусть Всевышний Аллах соберет нас вместе с нашим пророком возле его Хауба в судный день. И пусть мы не будем из тех людей, которых пророк сам прогонит. То есть те люди, которые не следовали его пути, игнорировали вот его эту такую любовь, его переживания к нам. Пусть мы такими не окажемся. Пусть Аллах примет вассаляму алейкум и рахматуллах и баракатуллах На сцену приглашается группа Нашид Ислам. Друзья мои, хочу предоставить слово имаму мечети имени Мухаммада Иракского здесь в городе Дербент Майранову Мухаммаду Хаджи. Дорогие мои братья и сестры, уважаемые жители города Дербент и гости нашего города Ассаляму алейкум и рахматуллах и тааля и баракатуллах Алхамду лиллях Всевышнему Аллаху за то, что дал нам очередную возможность собраться в таком составе, дал нам возможность увидеться еще раз друг с другом и самое главное здесь оговорилось о любви к пророку Салли Аллаху Алейхи Ассаляму самое главное я надеюсь наше сегодняшнее мероприятие станет причиной увеличения нашей любви к посланнику Аллаха Алейхи Салли Ассаляму увеличение нашей любви к месяцу Рамадан и конечно же любви ко всем мусульманам ко всей умме пророка Салли Аллах Алейхи Ассаляма дорогие мои братья и сестры месяц Рамадан это месяц милости который каждый день проявляет к нам свою милость и дарует из своих щедрот особую милость особой обильностью проливает на нас в этот месяц месяц Рамадан согласно хадису пророка Салли Аллаху Алейхи Ассаляма этот месяц в котором открываются двери рая закрываются двери ада и шайтанов заковывают в цепи дорогие братья и сестры шайтанов заковывает в цепи Всевышний Аллах для чего для того чтобы нам с вами облегчить возможность оставить свои грехи каждый из нас должен задуматься дорогие братья и сестры человек который имеет сердце хоть капли имана каплю любви к Аллаху и пророку Мухаммаду Салли Аллаху Алейхи Ассаляма каждый из нас знает какие грехи мы совершаем мы должны сделать намерение оставить эти грехи у нас остались считанные дни до конца месяца Рамадан это самая лучшая возможность попросить Всевышнего Аллаха прощения и повернуться в сторону Всевышнего Аллаха Всевышний Аллах каждому из нас дорогие братья и сестры вот каждый кто здесь сидит каждому обращается и задает один вопрос Всевышний Аллах о те которые считают что в их сердце есть вера во Всевышнего Аллаха и его посланника разве не наступило время чтобы ваши сердца повернулись ко мне говорит Всевышний Аллах Аллах спрашивает у нас это сегодня каждый который с утра до вечера может совершать грехи и не вспоминать о своих грехах Аллах Всевышний нас везде видит и слышит и он сегодня нам задает этот вопрос неужели это время не наступило чтобы ваши сердца повернулись ко Всевышнему Аллаху что же мы отвечаем на это дорогие братья и сестры мы должны знать вот здесь очень радостно видеть сегодня начиная с нашего уважаемого главы администрации города глава соседних городов районов здесь у нас представители власти представители спорта и просто просто рядовые мусульмане братья и сестры независимо от должностей и статусов мы как одна община собрались как одна большая семья и каждый из нас стремится к счастью человеческому каждый из нас стремится к тому чтобы ему было хорошо и на этом свете и на том свете тоже так вот религия Всевышнего Аллаха это и есть путеводитель к счастью дорогие братья и сестры религия Аллаха это не абуза не что-то параллельно нам данное чтобы мы усложнили свою жизнь нет клянусь Аллахом легче чем соблюдение ислама нет ничего на этом свете религия ислам это то что нам облегчит нашу жизнь это то что поможет нам и нашим детям быть лучше быть человеком это то что приведет нас к счастью на этом свете мы почувствуем то самое удовлетворение то самое успокоение наших сердец и на том свете Аллах Всевышний обещает нам просто неимоверное наслаждение обещает нам неописуемые награды которые мы себе даже представить не можем давайте дорогие братья и сестры пользуясь случаем пользуясь этими последними днями и ночами месяца рамадан сидя здесь и сейчас на этом городском ифтаре сделаем себе намерение что наше сердце мы поворачиваем ко Всевышнему Аллаху сделаем намерение что станем лучше станем друг другу добрее тогда мы увидим плоды от этого пусть Всевышний Аллах сохранит нас всех дай Аллах чтобы в нашем сердце было переполнено любовью и Аллаху его пророку саллиллаху алиэву саллим и прошу Всевышнего Аллаха чтобы как сегодня вот здесь мы собрались на этом ифтаре чтобы точно так же Аллах Всевышний собрал нас и в судный день на самой вершине рая вокруг нашего пророка Мухаммада саллиллаху алиэву саллим вассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату алиэву саллиллаху варахматуллаху уважаемые братья и сестры очень рад вас всех здесь видеть и очень рад что столько людей собралось на нашем репятии конечно же воздаем халусу Всевышний Аллах то что Аллах дал нам возможность вот так встретить место месяц рамадан которого у нас не было раньше мы знаем раньше каждый из нас дома со своей семьей отпускал в разу и не было возможности вот так вместе с всеми собраться и вот так в баракате провести месяц рамадан не было таравихов не было ихтаров может быть из-за того что мы сделали шоку Всевышний Аллаху может быть из-за того что из-за милости Всевышнего Аллаха Аллах дал нам такую еще возможность вот так же вместе собираться и так же проводить ихтары и проводить месяц рамадан в таком месте с баракатом я хотел бы поблагодарить в первую очередь администрацию города в лице нашего главы Руслан-Мекова Примагамедова за ту поддержку и помощь которую здесь оказали проведение этого мероприятия всех замов и всех братьев и сестер которые здесь работали все кто работали у нас на кухне наши сестры с вчерашнего дня работают и наши братья которые эту сцену собирали все кто здесь работали волонтеров молодежи вам от нас всех от всех кто пришел огромный баракала пусть Аллах будет довольным пусть Аллах вам воздаст многократно и пост который все держали за это конечно и Благодаря вам, граждане, вам позже будет. Номер 1631. 1631. 1631. Есть? Алхамду лилля, есть. Идемте сюда, идемте сюда, дорогой мой. Наконец-то. Ас-саламу алейкум. Поблагодарите в первую очередь главу администрации и получите... Где сертификат? Где? 1631. Слушайте, вас как зовут? Ну, сам. Ну, зачем занимаетесь? Я работаю в охране. Слушай, кого надо охранять, чтобы выиграть вот эту путевку? 10-5, а надо. Машаллах. Баракат, давайте все вместе. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что компания, которая обслуживает уже много лет наших паломников, компания Марва Тур. Сегодня с нами их представитель Булат Курбанов. И вот эта путевка от компании Марва Тур сегодня разыграна. Здесь открывается, будет открыт офис компании Марва Тур. Когда вас ждать? Всем, салам алейкум рахматулам. На самом деле у нас, ну, компания, как Александр Расул сказал, это компания, которая организовывает паломничество для Республики Дагестан. Это официально кредитованный оператор по хаджу. И вот наша компания развивается, растет. Естественно, нам нужно расширять свою географию, свое присутствие. И вот мы решили, что будет открыт в центре города офис, официальный офис компании в центре города Дербент. Мы считаем, что южное направление для нас это очень важное направление. Будем очень много мероприятий проводить, связанные в том числе и с розыгрышами, и популяризацией ОМРА. И вот по адресу Гагарина, 16, в ближайшее время объявим об открытии офиса. Я думаю, это даст возможность многим жителям Дербента и тем, кто живет рядом, не добираясь до столицы, прямо здесь получить хорошее качественное обслуживание и отсюда направиться иншалад на Большой Намалхач. Будете открытие делать, тоже можете как-то порадовать Дербенцева. А пока зафиксируйте его данные. Мэру благодарность и отдельные аплодисменты. Спасибо.